Жош Вайцкин. Можете найти в интернете его книгу скачать и почитать. Называется она «Искусство учиться». Оно один из переводов. «Искусство учиться. Как стать лучшим в любом деле». Так вот, этот Вайцкин считает, что нужно доверять своей интуиции. И он приводит простую технику, самую простую технику, как надо выводить идеи, которые дает функция «Т» в экстравертный внешний мир через интуицию возможностей. Очень просто. Вот что он говорит. Смотрите, обычно он говорит так, что люди, особенно молодые люди, конечно же, которые просыпаются, они сразу начинают концентрироваться на внешнем мире. Например, они сразу достают свой смартфон и начинают либо новости читать, либо проверять какие-то письма, извещения и прочее. То есть они сразу концентрируются на внешнем мире. А надо действовать, считает он, не так. Во-первых, надо, давайте вернемся назад, перед сном четко сконцентрироваться на вашем вопросе или на вашей проблеме, которую вы не можете решить обычным путем. Сконцентрироваться. Это означает внутри себя увидеть эту проблему и рассмотреть ее подробно. Плюс желательно еще ее зафиксировать, то есть записать ее. Можно записать в виде просто либо рисунка, либо бумаги, либо просто вопрос на бумаге и тому подобное. Вот таким способом вы концентрируетесь на этой проблеме. Но после этого надо уже засыпать. И нормально выспавшись, утром, когда вы просыпаетесь, вы не лезете проверять свой смартфон, а вы уходите в какое-то место отвлеченное, где вас никто не будет отвлекать, и начинаете записывать быстро все, что вам пришло в голову по поводу этой идеи. Вот такая методика. И потом уже, когда вы записали максимально много идей, уже потом логикой, логически, сопоставляя и с сенсорикой, с точки зрения реалистичной или нереалистичной, вы выбираете именно то, что вам надо. Но главное, вот этот момент перехода, когда вы степле ходите в биф, у вас очень хорошо работает на свежую голову, мозг генерирует идеи по интуиции возможностей. И он переводит все те комбинации, которые интуиция, временем, подсознание вам создала, все комбинации, все ассоциации, все случайные связи, которых может быть очень много. И они как каша, хаотические интуиции. Она такая вот хаотическая. Не хаотическая, она как мыльные пузыри. Правильно? Можно сопоставить, что мыльные пузыри, которые пузырятся внутри себя. Как мы с вами описываем, вот из этого всего, как бы, пены из этой, нужно вычленить наиболее перспективные идеи и записать их на свежую голову. Если вы сразу этого не сделаете, оно все уйдет, забудется и рассеется. Как туманно. Вот. А потом уже логикой вы анализируете, выбираете то, что наиболее реалистично, то, что можно развернуть в план, то, что вы начнете делать. Вот такая методика. Очень полезная оказывается. Так, что еще сказать? Значит, получается, что, конечно же, кто не практиковал вот такой сброс идей, кому будет сложно вначале. Значит, естественно, это надо тренировать. Как и любое другое состояние, как и любую другую функцию, надо тренировать. Вот переход от ТЭК-И тоже систематически, если вы будете это развивать в себе, у вас начнет получаться.